Член комиссии Российской Академии Наук по противодействию и фальсификации научных исследований, автор книги «005. Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия» Пётр Талантов. Пётр, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Добрый день. Я хотела с вами поговорить, да обо всём, можно сказать, и о поисках лечения в интернете, и о том, как шарлатаны нас разводят, и о доказательной и нетрадиционной медицине. Вот всё смешать в кучу, кони, люди, ну, как мы любим, как классик завещал. Давайте поговорим, с чего начнём. А вот я не знаю, как за рубежом, кстати, вот это любопытно было бы у вас уточнить, но россияне обожают лечиться через интернет. И мне бы хотелось начать с того, где самые опасные очаги. Это соцсети или это какие-то спецсайты? От чего нужно харахаться? Ох, ох, ох. Ну, я немножко боюсь, знаете, если я сейчас скажу, что хуже всего сейчас то, что творится в социальных сетях, это превратиться в такое вот социальные сети, безобразие, нужно всех разогнать, закрыть, запретить, контролировать. Мне кажется, что дело не в соцсетях, что люди используют те каналы, которые популярны в данный момент. И здесь мы ничего изменить не можем, и попытки какого-то контроля отдельного специально для соцсети, они, наверное, бессмысленны достаточно. Ну, вспомните 90-е годы, если я правильно помню, когда люди прикладывали больные места разные к экрану телевизора. Я лично это видел. А к радио... К радио стакан с водой... Когда чума помещал. Когда вот это включённое радио, оттуда тишина гробовая рядом стоит. Это же всё не выдумки. Я думаю, что, скажем, нынешняя молодёжь этого уже не застала, но я помню, и мои блестники и люди постарше... Я жму вам руку, подтверждаю. Это всё наблюдали. И это были буквально миллионы людей, которые верили в это безумие абсолютное. Для тех, кто этого не видел, я в двух словах раскрою. Одно время в России было очень популярное лечение по телевизору и по радио. То есть были две таких звезды. Аллан Чумак, а второго как Кашпировский. Владимир Кашпировский. Владимир, он был Кашпировский. Один уже на том свете про Чумака, а Кашпировский жив. Дай ему долгих лет. А если Кашпировский он что-то говорил, да, он там, даю установку, делал какие-то пассы, вроде бы как включил людей внушением, то Чумак, он не делал вообще ничего. Он сидел перед камерой, значит, водил руками, якобы у людей рассасывались рубцы, проходили все болезни, включая смертельные... Затягивались язвы. Затягивались язвы, ну, всё там. И пропадало заикание. Да, всё-всё-всё. И женщины, которые не могли родить 20 лет вдруг, рожали в тот же день чудом и так далее. Вот, это всё было. И мне кажется, я не знаю, вы спросили, как на Западе, да, тоже часто задают вопрос. А вот в России люди, наверное, какие-то особенные, особо доверчивые. Ну, да нет, наверное. Да, просто мы здесь живём, для нас это заметно. Я думаю, что люди абсолютно такие же в Европе, в Штатах. Достаточно вот своих таких явлений специфических. Просто нужно учитывать, что где-то чуть посильнее регулятор. Есть правила более строгие, за которыми следят рекламы медицинских услуг. Да, может быть, это не так бросается в глаза. Но в той или иной форме это существует. Особенно это, ну, заметно в Соединённых Штатах. Более заметно, вот на мой взгляд, более заметно, чем в Европе. Я не видел серьёзной сравнительной аналитики. Да, это просто мои впечатления. И надо сказать, что многие приёмы, которые здесь используются в России сейчас, нашими инстагуру, если их так можно назвать, вот этими звёздами псевдомедицины, они скопированы именно оттуда. Ну, раз вы о них заговорили, давайте перейдём к нашим героиням и пойдём, например, в Инстаграм. Я же специально подготовилась, специально посмотрела людей, на которых подписано огромное количество людей. Да, там сотни тысяч миллионов. Да, ну, допустим, два примера. Первый я приведу, это доктор Наталья Зубарева, у неё два с половиной миллиона подписчиков, миллионы, вы понимаете? Ну, специалисты по Инстаграму говорят, что всегда нужно делать поправку на некоторое количество ботов в таких случаях. Я думаю, что если у человека два с половиной миллиона, даже если там половина настоящей людей, это уже впечатляет. И смотрите, что написано. Превентивная и антивозрастная медицина, основатель Академии Зубарева Онлайн, автор книг и бла-бла-бла. Я стала искать, а доктор Зубарева, она какой доктор? И поняла всё, что мне подсказал один источник, что она какой-то там диетолог, что-то там связано с питанием. Может быть, это неверно, но, в общем, конкретики. Вот какой доктор Зубарева? Хирург, терапевт там, дерматовенеролог нету. А вторая героиня – это Елена Корнилова. У неё подписчиков… Никакой не доктор, да, это не знаю абсолютно точно. А, да, у неё подписчиков поменьше, 349 тысяч, что-то как… Она впечатляет. Да. И что у неё тут написано? И биохимия, и молекулярная биология, и даже не знаю ещё, что прибавить, но для меня это прямо Инстаграм такой модели. Она красотка, фигуристая такая девушка, но лечит схему и рекомендации по коррекции акне, вот это, проблемы с кожей. Затем, как пить схемы, нюансы и приёмы схем, ну, то есть, наверное, всё-таки биологические какие-то активные добавки. Да-да-да. Подготовка к беременности. А ведение беременности она тут не предлагает, интересно, потому что вот это самое, мне кажется, жуткое и страшное. Тут и инсулинорезинстентность. Вы представляете, какие серьёзные темы человек нам диктуют? И эстрогеновая доминантность, даже я вот это уже не знаю, что это. Ну, в общем, друзья мои, мне интересно вот какой вопрос задать. А к чему в самом худшем случае могут привести вот все эти советы? Ну, давайте начнём с того вопроса, который был задан в конце, с опасности. Да, самое худшее. Самое худшее. Ну, худшее, это побочные эффекты тех препаратов, чаще, вы правы, чаще всего это пищевые добавки, тех препаратов, которые люди принимают, наслушавшись вот этих советов. То есть проблема в этих случаях часто, вот вы назвали слово, упомянули слово «схема», да, по-моему, так там это всё называется? Да, да, схема. Под этим понимается обычно большое количество препаратов, которые нужно принимать одновременно. То есть речь там не об одной таблетке в день или в неделю, не о трёх таблетках, а буквально там о более чем десятке разных препаратов. Там пять таблеток на завтрак, три таблетки перед обедом, две таблетки после обеда, ещё пять таблеток на полдник и... В общем, под 20 таблеток получается. Да, ну, сразу нужно пояснить, почему так. Это, ну, всё это бизнес, надо понять, что эти люди занимаются этим небескорыстно, поэтому, ну, вот этот бизнес-составляющий, она и определяет то, как это происходит. Рекомендовательно, ну, один из самых распространённых способов монетизировать такой блок в Инстаграме, такой вот, ну, псевдомедицинский блок с советами о здоровье, это рекламировать различные добавки и часто, ну, предлагают какие-то добавки, схемы, и не навязчиво, а иногда навязчиво, между делом предлагают скидочный код на каком-нибудь сайте. Как правило, в большинстве случаев это iHerb, да, широко известный сайт. Да, всем известный сайт. Всем известный сайт. Если человек пользуется этим кодом, то iHerb знает, что вот эта покупка сделана по рекомендации вот этого конкретного блогера, например, Корниловой, и она получает отчисления, и, судя по всему, судя по той информации, о которой есть, суммы этих отчислений могут быть достаточно приличными. Да, ну, понятно, что с бизнес-точки зрения гораздо интереснее, когда ваш читатель купит сразу 10 препаратов, а не один. Чем 5, да. Поэтому отсюда все вот эти схемы. И там ещё есть интересный момент. Обычно дозировки очень большие предлагают, да, по той же причине. У вас быстрее будет кончаться баночка, вы скорее новую купите, чем если вы будете пить небольшие дозировки, да. Там бывают случаи, когда препарат даже, ну, действительно, он может быть в каких-то случаях показан, да, но... Я вот сейчас, ребята, как раз на этом примере хочу просто ещё от себя. Я специально сижу сейчас в Инстаграм Елены Корниловой, и схема для зрения, ну, одна из самых распространённых проблем. И пишет, соответственно, человек, что для начала нужно исключить, чтобы решить проблему со зрением, устранить дефицит витамина D. Ну, про витамин D нужно всем сначала читать, про исследование витамина D. А у нас же его все пьют на завтрак, обед и ужин. Это очень модно, да. Да, и потому что у нас нет солнца и так далее. И, в общем, надо проверить уровень витамина D. А дальше человек предлагает и детям, и взрослым схему, понимаете, в чём дело? На обед, завтрак, ужин. И вот, казалось бы, ну, человеку совершенно наплевать на детей. Мне вот как бы хочется в этот момент сомкнуть руки на шее человека, который не имеет права на советы вообще, даже если она от чистого сердца. Ну, это ужас, конечно. Да, у Корнилова, кстати, по всему, не то, что медицинского у него. Я расскажу эту историю сейчас, да, если мы до этого дойдём. Да, да, пожалуйста. У него, по всему, никакого высшего образования нет. А про детей-то ужасно. У неё же, у этой же дамы были там схемы для беременных. При этом я не знаю, кто составляет, вероятно, нанимает какого-то человека, который просто, ну, вот не особо думая, пишет какие-то случайные добавки, которые в этот момент продаются, да, или они ещё друг у друга эти тексты таскают, вот эти блогеры, потому что, я помню, были какие-то скандалы, кто-то из них угрожал судом. За плагиат. Другой блогерша, потому что та переписала у неё текст, а потом выяснила, что и та, которая угрожает, переписала его, неправильно переведя, у какого-то американского блогера. В общем, там такие страсти. А люди-то это всё принимают как результат научных изысканий, да, как какие-то проверенные, изученные вещи. И могут принимать. Вот у той же Корниловой были схемы для беременных, где, например, были препараты, которые, ну, есть данные за то, что от них не то что пользы никакой. Это из доказательной медицины данные. Они конкретно вредны. Ну, да, то есть есть исследования эпидемиологические, которые показали, что нежелательно беременным принимать высокие дозы вот этого, вот этого, вот этого, потому что пользы никакой, а последствия могут быть негативные, вполне определённые. Там риск преждевременного разрыва плодных оболочек и так далее. Ну, я не знаю, там что-то не включается, наверное, для того, чтобы проверить свою схему перед тем, как её выложить, чтобы она хотя бы вреда не причинила. Нужно уметь работать с документами, да, с публикациями научными. И желательно знать иностранный язык. Желательно знать иностранный язык, а там нет, ну, наверное, ни навыка, ни желания времени на это тратить. И вообще это, возможно, пишет какой-то копирайтер. Пока на примере социальной сети под названием Инстаграм взяли действительно конкретные профили людей, у которых от несколько сотен тысяч до нескольких миллионов подписчиков, и вот сидим и смотрим, и понимаем, что чем это опасно, и чем это грозит, если мы не будем проверять, а будем просто брать и покупать ящиками биологически активные добавки и пить всякие витамин D, йод, селен, бета-кератин. Возможно, это нормально, когда вам доктор прописывает, да, в нужных дозировках. А вот так, не глядя, есть горстями, мне кажется, это опасно. Я уже не в первый раз просто принимаю в этой студии специалиста с медицинским образованием, которые говорят, ребят, витамины только доктор прописывает. Это первое. Они могут быть вредны, когда вы их берёте и слепо. Ну, в общем, давайте я вам дам слово, а то я всё возмущениями своими отнимаю время. Вы что-то там пишите, расскажите нам. Да, я записываю те вещи, которые всплывают в нашем разговоре, которые, мне кажется, важными, чтобы не забыть... Тогда слушаем вас. Давайте к этому прийти, об этом поговорить. Ну, смотрите. Важно, наверное, вот такую вещь сказать, поддерживая тех врачей, которые у вас были в студии, которые говорили, что витамины – это не что-то безвредное, что можно пить горстями. Нужно понимать, что у любого вещества, которое оказывает какое-то действие на организм, ну, наш организм так устроен, и мы ничего с этим поделать не можем, что кроме положительного эффекта, если он есть, есть то, что мы называем побочными эффектами. Веществ, которые действительно действуют на тело, но при этом не причиняют вреда, их практически нет. Да, это может зависеть от дозировки, от состояния человека. Не суть важна. Важно понимать, что когда, в принципе, препарат допускают на рынок, оценивают его регуляторы, да, те, кто проводит экспертизу, оценивают баланс между потенциальным вредом и потенциальной пользой. И если для этой категории больных вот с этими показаниями польза перевешивает вред, вот тогда вроде бы препарат имеет смысл. А у нас соблюдаются разве законы сертификации средств? Минздрав их не промахивает мимо косы? Ну, смотрите, здесь абсолютно отдельный интересный разговор. Хорошо, давайте поговорим об этом. Но одна за другой цепляется. Это большая и важная тема, на самом деле. Да, здесь всё цепляется одно за другое. Минздрав экспертизу проводит. Причём, ну, скажем так, ситуация меняется в лучшую сторону. Вот сейчас, безусловно, лучше, чем было 5-10 лет назад, 15 лет назад и так далее. Есть шансы на то, что через 5-10 лет будет ещё больше, чем сейчас. Это тоже отдельный разговор, потому что это может получиться, может не получиться. Нужно понимать, что, судя по некоторым препаратам, ну, большое количество препаратов, зарегистрированных некоторое время назад, скажем так, были выпущены без достаточной и без адекватной экспертизы. И эти препараты, они единожды были выпущены на рынок, они по-прежнему на рынке присутствуют, мы их покупаем, хотя по многим возникают разные вопросы. Есть огромное количество препаратов, про которые понятно, что они, ну, в принципе, скорее всего, не могут работать, им делать нечего в аптеках. Ну, те же самые биологически активные добавки. А это вообще отдельная огромная история. Сейчас я расскажу, потому что биологически активные добавки вообще не проходят эту экспертизу. Может, их вообще нужно запретить? Я никак не понимаю. Она, понимаете, мне врач, терапевт, нет, отоларинголог, вру, прописывает, ацилококцином или ацилококцином... Это другая история. Это гомеопатия тоже забавная достаточно. Ну, а по мне так, что гомеопатия, это вот эти микроскопические дозы, и за это стоп-сигнал, как говорят в народе. И я на неё смотрю и говорю, доктор, вы зачем мне прописываете дорогущий препарат, который как к мёртвому припарке. Да, он не дешёвый. Она говорит, вы знаете, он работает. Я говорю, окей, пошла дальше. Вера в Бога и в ацилококцином помогают вылечить уши. Вера, да, двигают медицину и продажа лекарственных препаратов. Это совершенно верно. Но про добавки, про добавки пищевые нужно понимать, что это то, что вообще не прошло экспертизу. Поэтому их разделяет, да, БАДы, пищевые добавки, это не лекарственные препараты. Их вообще есть. Мы с вами сейчас говорим о том, что препараты далеко не все, недостаточно адекватно были оценены, раз, два, мы недавно поднимали, комиссия поднимала вопрос, общаясь с Минздравом, о том, что даже те экспертные заключения, которые были сделаны, не опубликованы, хотя, на наш взгляд, федеральный закон об упрощении лекарственных средств требует от них это сделать. У нас была встреча в Минздраве, вроде бы на словах, да-да-да, давайте двигаться, но по факту ничего не происходит пока. Даже если так обстоит с лекарственными препаратами, нужно понимать, что пищевые добавки вообще не проходят, никакой экспертизы. Это, кстати, во многих странах. Вы сказали про давайте вообще все запретим. Нет, я не сказала все. Я сказала, давайте биологически активные добавки запретим и гомеопатию запретим. И всем станет легче. Вы знаете, это просто... Мне сейчас возненавидит, наверное, половину страны. Сейчас, да, сейчас вы начнёте икать. Сейчас вас будут вспоминать недобрым словом. Вы знаете, мне кажется, что здесь вот такое простое решение на поверхности, оно не обязательно самое верное, потому что, как обычно бывает, ситуация, наверное, несколько сложнее. Но мне кажется, было бы, например, правильно оставить пищевые добавки, но категорить. Проблема ведь с ними в том, что их продают как лекарства. Их преподносят как лекарства, как вещества, которые вас лечат или предотвращают какие-то заболевания. И было бы гораздо лучше, если бы у нас следили за рекламой, такой некорректной, и запрещали пищевые добавки рекламировать как лекарственные средства. Если бы за этим действительно следили, если бы за нарушение действительно наказывали. Вот в этом случае зла большого от их присутствия на рынке, наверное, нет. То есть нужно вводить статью за антинаучные... Ну, давайте не будем говорить про уголовные статьи. Нет, почему? Административку я на это соглашусь. Опять, но производителей штрафовать четко... Ну, недостаточно ведь прописать в законе требования, как известно. Нужно еще следить за тем, чтобы это требование выполнялось. Это правда, особенно у нас. А скажите, пожалуйста, как отличить нам, простым людям, псевдоврача-блогера, от настоящего врача, от доказательной медицины? Как нам это сделать? Ну, смотрите, я отвечаю на этот вопрос... Сложный вопрос, потому что красивого, простого ответа на него нет. Я отвечаю на этот вопрос перекрестясь. Я отвечаю на этот вопрос обычно так. Вообще, если вам нужна помощь врача... Идите в поликлинику. Идите в поликлинику, а не в Инстаграм. Это первый шаг. Ну, во-вторых, есть, скажем, нет каких-то вещей, которые бы гарантировали, вот потому что врач пишет, потому что все-таки справедливость ради, но нормальные врачи, они тоже ведут все люди, и все ведут блоги, в том числе и Инстаграм. Присутствие кого-то в Инстаграм не говорит о том, что он точно плохой врач. Другое дело, что у нормальных врачей подписчиков... Вот это тоже интересное явление. Подписчиков на порядке меньше. Я врачей с миллионами подписчиков, нормальных, пока, может быть, они есть, я пока не встречал. Но есть признаки, я могу назвать пару признаков, которые говорят о том, что вот с этим человеком, с этим блогером, скорее всего, не все в порядке. А какие признаки, да, расскажите? Ну, смотрите, если врач пишет тексты, которые побуждают к покупке препаратов, каких-то пищевых добавок, лекарств, неважно, которые будут предотвращать или лечить какие-то... То есть нормальный врач, не видя пациента, неопределённому широкому кругу читателей не будет рекомендовать покупать какие-то лекарства. Тем более, если он вас отправляет на какой-то сайт, iHerb, не iHerb, неважно куда, вот купите здесь, вот вам скидочный код. Понятно, что этот человек заинтересован в том, чтобы побольше продать. Барыга и шарлатан, и я буду плохие слова называть. Можно сказать и так, да. Первое. Второе. Я бы с опасением относился к терминам превентивная медицина, антивозрастная медицина, альтернативная, интегративная. Вот это я последнее уже не поняла. А вот это, подождите, вы сказали, превентивная, это понятно, отрезать всё, что может заболеть, это я так обобщаю. А вот вторым... А, антивозрастная. Антивозрастная. Это вы просто ещё... Смотрите, это не значит, что нет каких-то... Ну, есть врачи, которые специализируются на пожилых людей, геронтология существует, и это всё нормально. Но, к сожалению, это стало неким брендом в последнее время как раз вот для таких псевдолекарей в интернете, которые рекомендуют людям, молодого в том числе возраста, вот сейчас начать что-то пить, чтобы дольше сохранять красоту, молодость и здоровье. Якобы есть такие препараты, которые... Проблема... Я бы хотел. Если бы они были, я бы был в первых рядах на хёрп, в аптеку. Я себе не враг. К сожалению, таких молодильных яблочек пока во всяком случае... Вы ничего не выпиваете с утра, Я ничего не выпиваю. Вот передо мной стоит чашка кофе и стакан воды. Это то, что я с утра выпиваю. Но схемы там и так далее я не пью. Я выполняю свои обещания, потому что Пётр сказал, мы обсуждали псевдоврачей, шарлатанов, вот в частности в Инстаграм, нашли Наталью Зубареву, Елену Корнилову. Мне даже удовольствие доставляет клеймить, называя ФИО. Может, они на меня в суд подадут, я так люблю вот эти штуки. Так вот, Пётр сказал, что у настоящих врачей нет такого количества подписчиков. Открываю Инстаграм Елены Малышевой, 823 тысячи подписчиков. Сравниваю с Еленой Корниловой, у неё всего 349. Но Елена Малышева, врач-серапевт, ведущая программы «Жить здорово», «Здоровье» на Первом канале. Вы говорили, что все эти псевдоврачи, они пользуются безотказными маркетинговыми инструментами, рассказывают просто доходчиво о сложном. Но ведь Елена Малышева, я сейчас не хочу прям её заклеймить, просто на её примере это проще всего продемонстрировать. Она в доходчивости и в демонстрации чего-то сложного действительно лидирует. Разве это антинаучно? Я не читал. Я рад за Елену Малышеву. Никогда не открывал её Инстаграм. И не видели ни одной её программы? Целиком. Да, видел пару программ. Кстати, сейчас прокомментирую как раз. Я рад, что у неё столько подписчиков в Инстаграм. Смотрите, ну, про Елену Малышеву, если меня просите прокомментировать, я видел, может быть, две или три передачи. У меня очень противоречивое ощущение. Я не помню, какая одна из них. Это была первая передача, которую я увидел. И я подумал, надо же, какой разумный человек, несмотря на то, что... Я сейчас тему затрудняюсь уже точно вспомнить. Да, но там говорили, какие-то абсолютно здравые, трезвые вещи, которые подавались в простой и увлекательной форме для аудитории. В принципе, мне это импонирует. Долгое время я ходил, и когда в разговоре всплывала Елена Малышева, особенно если я когда-то начинал ругать, я вставал на зале и говорил, видел целую передачу, там всё нормально, зря вы так. Перестал в последнее время, потому что видел абсолютно катастрофическую передачу, просто пронизанную псевдонаучной ахинеей. Я так понимаю, что там... Ну, всё-таки это конвейер. Я сомневаюсь, что Елена сама пишет тексты для передач своих и сама создаёт сценарии. И в значительной степени, я так понимаю, содержание передачи зависит ещё от гостей, которых позвали в студию. И если сценарист хороший, да, и понимает, что он делает, передача получается хорошая. Если гость адекватный, я видел катастрофическую. То есть и телеку доверять нельзя, и Первому каналу идите в поликлинику. Идите в поликлинику, к сожалению. А кто-нибудь оценивал количество людей, которые могут пострадать от всего вот этого псевдонаучного поведа? От всего, от всего, от всех. Считал какой-нибудь? Нет, я не видел таких исследований. То есть ни за рубежом, ни у нас, не подсчитывали. Мне не попадалось. Я видел пару исследований про альтернативные методы, пытались оценить, в какой степени люди страдают, потому что онкологические больные отказываются от нормальной химиотерапии, например, от операции, или откладывают на какое-то время и начинают принимать альтернативные методы лечения. Получилось у исследователей, что да, вред он есть, и он значительный, но у меня там как бы не всё гладко с дизайном, с тем, как исследование проведено, и даже при том, что результат исследований вроде, он поддерживает то, что я обычно говорю, что этот риск есть, он серьёзный, его нужно всегда учитывать. Я обычно не привожу это исследование в пример, потому что здесь нужно придерживаться объективных. Хорошо, а я тогда более предметно. Вот антипрививочники, люди, которые подвергают жизнь свою и своих детей опасности. Ведь всё начиналось с научной статьи в журнале Lancet, насколько я знаю. Да, Эндрю Уэйкфелд. Да, спасибо, что напомнили. А вылилось в катастрофу. У нас корь, корь, вернулась. Привет, корь. Так вот, люди всё равно не верят, несмотря на такие маркеры в нашей жизни, и думают, ну чем мне навредит гомеопатия, допустим, если доза там микроскопическая. Давайте сначала про Уэйкфелду, а потом про гомеопатию, потому что, может быть, не все слушатели знают о такой Андрею Уэйкфелд и вообще эту историю. Да, действительно была публикация в журнале Lancet, я сейчас не вспомню, какой это год, там 80 какой-то, по-моему, не вытащу из памяти, это точно год, где он написал, что у него получается, что прививки способствуют появлению аутизма. Собственно говоря, это публикация, это первый раз, когда вот эта идея, в принципе, прозвучала. И волна поднялась такая серьезно информационная, до сих пор мы наблюдаем отголоски вот этого всего, о том, что ну как же прививки, они же вызывают аутизм. Статья была через некоторое время отозвана. Отзыв – это процедура, когда журнал берет статью назад, потому что вскрываются какие-то вещи, которые говорят о том, что статья либо содержит подлог, либо сфальсифицирована какая-то информация, либо допущена, может быть, неосознанная, но очень серьезная ошибка, которая меняет выводы и так далее. Я могу, кстати, привести примеры отзывов в России, которые недавно прошли. Массовые отзывы, беспрецедентные массовые отзывы статей из научных журналов. Статью Эйкфилда отозвали. Более того, обнаружили, все-таки там прозрачность достаточно большая. Это в Великобритании все произошло. Обнаружили поступление, достаточно большая сумма, насколько помню, там было больше 400 тысяч фунтов стерлингов. На его счет от адвокатов, которые специализируются на судебных процессах, от родителей к производителям вакцин. То есть дали взятку. Ну, в общем, да. Эйкфилда отовсюду с позором после этого изгнан. Потому что это скандальная абсолютная ситуация. Статью отозвали. Но, тем не менее, вот этот вброс, он уже сделан. И про то, что вакцины якобы вызывают аутизм, слышали так или иначе все. Конечно. Там кто-то верит, кто-то нет. А про историю с Уэйкфилдом, о том, что там произошло, ну, знают в основном профессионалы, да, люди, которые так или иначе связаны с медициной или с научными исследованиями. При желании это все информацию можно почитать в интернете. Что касается гомеопатии. Но смотрите, здесь, кстати, вы говорили, что вот вы обозвали жуликами, мошенниками и барыгами. На вас подадут в суд. Вот если вы хотите, чтобы на вас подали в суд, я вам точно могу сказать, кто у нас в России любит это делать. У нас это любит очень делать производитель гомеопатических препаратов, в частности, компания «Материя-медика», которая судила журнал «Троицкий вариант наука» за то, что они опубликовали нелестную статью об их... Кто выиграл суд? Они пришли к мировому соглашению. Они пришли к мировому соглашению. Гомеопатия. Ну, вот тут очень интересная ситуация, потому что формально, конечно, не всегда, но в части случаев разведение вещества, тоже, на самом деле, не все люди, принимающие гомеопатию, это понимают, но разведение вещества в гомеопатическом препарате таково, что он просто его уже не содержит. То же самое, что пить воздух. Ну, воду, сахарок есть. Действительно, многие люди пьют гомеопатический препарат и не знают об этом. И вроде бы пользы, кроме эффекта плацебо, никакой, но вроде бы и вреда никакого не должно быть. Да, при этом. Однако, ну, во-первых, FDA, это американское агентство, которое контролирует безопасность лекарств и пищи, буквально, наверное, неделю-полторы назад выпустило письмо об изменении отношения к гомеопатии, просто потому, что нет-нет, но происходят случаи, когда гомеопатические препараты вызывают серьёзное отравление. Да, начиная с известного скандального случая, погибло как минимум 10 детей от гомеопатических препаратов, которые должны были облегчать прорезывание зубов, сделаны на основе белодонны, был нарушен производственный процесс, и в результате токсические дозы белодонны попали в препарат. Риск такого случая с гомеопатическими препаратами велик, потому что контроля меньше, вроде бы там ничего не может случиться, а вот случается, к сожалению, да, и это далеко не единственный случай. Это первое. Второе – это то, о чём мы с вами говорили. К сожалению, иногда люди, причём люди, страдающие угрожающими заболеваниями, заменяют обычно лечение, которое могло бы помочь или даже спасти на некие альтернативные методы, которые якобы им помогут. Да, да, в жизни каждого такие примеры, я думаю, найдутся. И человек, ну, обычно любит Стив Джобса приводить в качестве примера, который свой рак некоторое время лечил альтернативными способами, пока не стало поздно. Это не значит, что он выжил бы, если бы он лечил. Никто, к сожалению, не гарантирует, но шансы он свои здорово уменьшил, потому что отдалял очень долго начало нормального лечения, надеясь вот какими-то такими способами. На какое-то чудо. На какое-то чудо. Знаете, что вам ещё люди могут сказать? Вот о витаминах, снова к ним, если вернуться, вы же боретесь с приёмом витаминов, а вы на нас эксперименты ставите, а на iHerb кидаетесь просто потому, что хотите свои какие-то сайты продвинуть, где будете продавать российские. Другие витамины. Потому что наш народ ни во что не верит. Он устал от этого всего. Не верит. И более того, если бы человек верит. Что вы к iHerb привязали? Скажите, его же собирались запретить, попросили, даже отправили письмо в Apple Store, чтобы убрали их из России с платформы на смартфонах. Но ничего не случилось, так они по-прежнему и работают, насколько я понимаю. Не, ну мы письмо не отправляли, может быть. Не вы, не вы. Это Роскомнадзор. А, Роскомнадзор. Да, я вас не путаю с Роскомнадзором. Смотрите, здесь интересный вопрос. Действительно была инициатива о запрете судебном iHerb в России, причем было две или три попытки. И самое забавное, что инициирована она была Ассоциацией российских производителей пищевых добавок. Вот, на воде и шапка горит. Я помню, тогда подумала. Это действительно было. Поэтому я в таких случаях говорю, iHerb всплывает, потому что это самая популярная платформа. Но проблема-то не в iHerb как таковом. Потому что если запретить iHerb, ну, во-первых, будет как с телеграммом, который у нас запрещает, запрещает, блокирует, блокирует, а он только увеличивает в популярности. Во-вторых, появится российский iHerb. Там еще контроля будет поменьше за качеством препаратов и проблем побольше. Дело не в этом, а в том, как регулируются пищевые добавки в России в принципе. Ситуация, когда вещества продают и рекламируют как лекарство, а при этом никак не проверяют, она возмутительно, катастрофична, и с этим нужно что-то делать. Не запрещая точечно продавцов, а в принципе как-то меняя регулировку этого. Продолжение следует...